Папа, купи мне айфон! В центре мы особо-то и не были, то есть сегодня мы будем в центре, центр Гуанчжоу, покажем вам дневной Гуанчжоу и вечерний Гуанчжоу, когда загорятся все огоньки, попробуем какую-нибудь местную кухню и так далее, мы сейчас находимся на станции Жужжан Нью Таун, вот это именно центр Гуанчжоу, вот здесь рядом достопримечательность Кандон Тауэра, это все наблюдается именно с центра, сейчас пойду догоню своих девчат, кстати, китайская выпечка не очень вкусная, если кто не знает, выглядит шикарно, но не очень вкусно. 7-11 сразу же, очень популярная сеть магазинов в Китае, и не только, вон мои девчата идут. Девчата, вы-то в курсе, куда мы направили, где мы находимся сейчас? В центре? Повторюша. Где мы находимся сейчас? В центре чего? Мира? В центре города, скажем. В центре города. Посмотрите, какой интересный коридор. Мы тут ни разу не гуляем. Да, кстати, много раз были в центре, но снимали как-то мало, да, получается? Снимаем мало, но... Здесь, да, у нас видео нету, в общем, погуляем. Здесь пар, кстати, есть, прямо в центре. Поснимаем. Сегодня суббота. Каждую субботу практически к нам приезжает семья Васильевых, а тут Денис уезжает, и Лена провожает его. В общем, они все в сборах. Так, кто у нас так клацкает-то, а? А, модница. Ты сможешь тут целый день-то гулять в каблуках? Угу. А? Да. Мне кажется, ты под конец запищишь. Ну, прям в какой-то центре. У нас есть пластыри. Пластыри. Вы запаслись пластыремю, папа. Да. Вау, да. Пока. Пока. Кто вперед? Все? Встань. Все. Да, кстати, в Китае нет такого, что правая дорожка для стоячие места, а левая для обгона. Здесь все такого нет. Мы вперед. Дашки вперед. Нас просто подрезали, мы бы вас обогнали бы. Охранник стоит, дымит. Как-то странно. Стоит, отвернулся, чтобы никто не смотрел. А дым просто валит со всех щелей. Сразу же Кантонская башня. Мы туда, кстати, поднимались на 99 этаж. На моем канале уже есть видео про это здание. Девчата идут и говорят, что это самолет, большой самолет. Я у них спрашиваю, почему самолет? Они говорят, вот окно, похоже, как в самолете. В общем, эллиминатор. Но красиво, кстати. Смотрите, какое здание, правда. Вот, ребята, мы сейчас находимся на площади. Она очень длинная. Вот эта Кантонская башня. Она разделяется именно рекой. Жемчужная река. Это библиотека. И вон туда, до самого здания практически можно ходить, гулять. Там дальше парк находится. А также на площади есть подземный вот такой вот городок. То есть он на протяжении всей этой площади практически. Там можно покушать. Различные всякие кафе. Попить. Вкусный чай какой-нибудь взять. Также можно пошопиться. Вот. Сейчас пойдем. Мы сейчас пойдем направимся в сторону парка. А также на площади есть вот такой фонтан. Он начинает работать в 8 часов. Да, в 8 часов. Очень красивое световое шоу. Фонтан. Ну, в общем, музыка играет. Интересно. Ты почему зонтиком идешь? Жар. Такая недовольная. Полинка у нас простыла. Такая вреднющая. А смотрите, ребята, здесь какой уазис сразу же. Прям посередине площади. Мы делаем массаж. Я снимала ботинки. И хожу. Ну, давай, давай. А я пойду пока он сниму пожарную машину. Непонятно, почему здесь пожарная машина эта стоит. Может быть, какой-то резерв. Чтобы именно быстро отреагировать. Но больше всего выглядит, как на экспонат. Все на китайском. Скорее всего, это будет самое высокое здание в Гуанчжоу. Даже, наверное, выше будет Кантонской башни. Это здание IFC. Буквально вот отошли недалеко от пожарной, от этой машины, от этого экспоната. И здесь, смотрите, вот эта вообще площадь посвящена, я так понимаю, пожарным. Но там, посмотрите, скульптуру пожарную. Здесь, смотрите, такие урны интересные в виде огнетушителя. Вот такая скульптура тоже интересная. Я сладенькое хочу. Что сладенького? Вон-то пироженка. Пироженка? Ты такая вредная. О, сломали уже топор. Воздух здесь прям хороший, мне прям нравится. Листвой пахнет. Нормально, не тяжелый такой, хороший. Давайте не будем залазить. Нет, 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 девчат. Ну вот нельзя, ну серьезно. Вот ребята там залазили, возле той скульптуру. И это как-то даже некрасиво выглядит. Вот смотрите, спасает ребенка, да? А второй что делает? Поливает пожар. Пожар? Может цветы? Пожар. Борется с огнем, да? Борется с огнем, да? А второй пожарник, смотрите, спасает ребенка. Мы продолжаем двигаться по центру площади. Вот там получается асфальтированная дорожка. А здесь вот такие вот закуточки есть. Можно пойти по зеленой зоне. Вот по такой деревянной дороге. Также такие же закуточки есть именно с той стороны. Вот такие цветочки. А вон там, посмотрите, бабушка вон там делает зарядку. Блин, а даже в каблуках умудряется поиграть в голю. Как тебе, Кать, ты играла раньше в каблуках в голю? У меня не было каблуков. У меня только в старших классах каблуки появились. Кстати, тут много очень спортсменов бегают по этому парку. Вот начинающий спортсмен. Сейчас она включит себе музычку какую-то интересную. И побежит до башни и обратно, до башни и обратно. Все, пока. Так, о, я так понимаю, здесь можно пройти. Стой, 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 по одному. Полюш, как тебе на каблучках-то? Как-то неправильно, мне кажется, слышишь? На каблуках надо было что-то поудобнее одеть, нет? Красота требует жертв, правильно я понимаю? А, кстати, смотрите, интересно получается. По этим камушкам можно дойти до вот этой очаровательной лавочки. Можно посидеть со своей девушкой, в обнимашки поиграть. А также такая же лавочка находится с другой стороны. Прудик неглубокий. Симпатичный. Здесь такая лодочка. Каменная лодочка. Вот вы как два хулигана себя ведете. Она каменная. Просто смотреть, не обязательно у нее залазить или еще что-то делать, слышишь? Это декорация, понимаешь? Декорация, она. Вот такая красота, ребята, смотрите, находится прямо в центре Гуанчжоу. Вон там кантонская башня. При виде воды так хочется искупаться. Я сейчас как упал бы. Сейчас сегодня вечером бассейн. Мы, кстати, с детьми стали ходить в бассейн. У нас в тренажерном зале бассейн. Мы идем в тренажерный зал и в бассейн. Стали детей с собой брать. Посещение стоит 60 юаней за двоих детей. Ну, у нас абонемент. Мы так заходим. Детям очень нравится. Мы берем ласты, надувной круг. И прямо, я так хочу сказать, что неплохо они стали купаться. Веронике взяли такой жилет в декатлоне. И прямо вот тут отпускаем. Она сама плавает, купается. Вероника в одном жилете, а Полина в одних ластах плавает. Да, Полина в одних ластах купается. Там так достаточно глубоко. И она сама справляется. Звучит это так успокаивающе. Вот так вот сесть на лавочку. И наслаждаться природой прямо в центре города. Среди этих стекол и бетона. Я хочу тебе под голову руки подложить. Да, убери свои руки, вонючая. А вы когда-нибудь дрались со своей сестрой или с братом? Да. Ну-ка, прекращайте. Твои же сленки, вы должны любить друг друга. Давайте обнимемся и больше не будем ссориться. Давайте. Не буду. Давай. Она вот смотри, она хочет тебя обнять. А ты не хочешь. Давай. Все, все, дружба, дружба. Целуйтесь. Давай, целуй. Вот так вот эту целую, эту вонючую поднушку маленькую. Все, мир. Мир. Пойдемте маму догонять. Пойдемте. Все, ребята, вот здесь заканчивается вот этот маленький парк. А вот так, ребята, выглядит парк в схеме. Мы сейчас находимся вот здесь. Именно вот он заканчивается здесь. Там дальше дорога идет. Мы зашли примерно вот где-то здесь. Где-то здесь зашли и вот так вот прошли весь парк. Парк на самом деле небольшой, но очень интересно. А также здесь вот смотрите трущобы. Находятся прямо в самом центре. Их сейчас сносит постепенно. Некоторые борются, не хотят выезжать. Ну, видно даже, что это трущобы. Судя по форме, это крыло утки. Или гуся. Не знаю. Смотри, что написано. Что это? Утка? А? Утка. Это утка. Утка. Очень острая. О, вкусно, мне нравится. Это что, тофу? Да, чайная тофу. Тофу, говорит, ага. Тоже, наверное, острая. Вот так выглядит. Русская девушка, не очень вкусная. Тофу, не очень вкусная. Смотрите, здесь можно заказать фреш из свеклы. Реально? Свеклу где обычно покупаешь? В России. На Таобау. На Таобау. Представляете, мы покупаем свеклу на Таобау, чтобы именно сделать свекольник какой-нибудь или салат. Так она в магазине не продается. Мы заказали 4 сока, 2 манго и ананас, 1 морковь, апельсин и яблоко, и четвертый маракуйя с манго. 78 заплатили за все. Вот так вот, недешево. Апельсина я не чувствую, я чувствую морковку. Вкусно, нравится? Маленький апельсин, как раз то есть, да, чуть-чуть? Готов мой сок, манго, апельсин, ананас. Настоящий сок, представляете? Свежий, мусор, фруктов. Как будто бы вот эти 3 фрукта я кушаю. Больше, конечно, преобладает манго. Видел, сколько ты будет, а сколько я. Дай-ка попробую. Дай. Вот, посмотрите, какая красота открывается. Мы дорогу перешли под землей. Вот здесь вот вышли. Небо разъяснивается. Кстати, да, небо голубое даже не заметили, а там такой смог еще присутствует. Здесь, смотрите, как красиво. Кто тут свинка Пеппа? Никто? Вероника, прокомментируйте ваше вот это вот свинство, пожалуйста, на платье. Скажите, ребятам, почему так произошло? Она шла, шла с этой бутылкой. Да ладно, не я обидничаю, мы ее хотим послушать. Ника, расскажи, что случилось? Что случилось? Что ты захотела приукрасить свое платье желтый цвет? О, смеется. Что? Все. Нету ответа на этот вопрос. Кстати, выпили по кружке сока и какая-то такая тяжесть появилась небольшая. Сытость, я бы сказала. Тяжести нету? Сытость. То есть все-таки, видимо, калорийные соки. Здесь, смотрите, такой прям чисто китайский какой-то такой райончик, или как в таком китайском все в стиле построено. И внизу такое кафе интересное. Смотрите, здесь как чисто. Да? Ну тут прям так оживленно, да? Оживленно и красивые, кстати, дома такие прям вообще. Необычные, нетипичные. Да. Не знаю, в общем, как это место называется, но там Кантонская башня. И оттуда мы пришли. По направлению тоже непонятное какое-то здание красивое. Но тут так мило, уютно. Вроде бы с виду обычные китайские дома, но именно вот эти вот чугунные декоративные решетки украсили так дом. Также вот эти кафешки, такие запахи здесь приятные. Пахнет очень приятно. Это риэлторская компания, судя по всему. Парикмахерская, салон маникюра, смотрю. Парикмахерская, салон маникюра. Все гуляют. Как в Пекине. Катя говорит, как в Пекине мы. Ну что-то такое, похоже на Пекин. Господи, дедушка так спит, как будто бы это. Уже не спит. А здесь девчуля что-то пробует. Что-то там вкусное пробует. Ну-ка посмотрим, что там. Мороженое пробует. Это кафе или? А, зоомагазин. Это вообще живой, нет, товарищ? Ну, вроде бы живой. Какой усиленький. Смотри, он меня тревогает. Милочка. 3200 стоит, судя по всему. Вот этот и 3500 может быть этот. Чемоданы оригинальные для переноски животных. Так, что касается взрослых животных. Ну, скорее всего, они точно продаются. Потому что цена есть на них. 3500 стоит. Вот такой здоровяк. Как его воспитывать? Его уже не перевоспитаешь. Здесь в центре все так одеты, да, хорошо. Все какие-то модные. Все в брендах. Шанель, в Версачи. Да, да, да. Все нормально как-то. Китайцы модненько, конечно, в центре одеваются. Массовочные какие-то действия происходят. Просто посмотрим, что происходит. Очередь. Посмотрите, очередь. Но непонятно зачем. За семечками, скорее всего. Это очередь за каштанами. 25 юаней, видимо, стоит. Красиво. Да, здесь действительно красиво. Посмотрите. А пойдем посмотрим. Зайдем. Зайдем, посмотрим, сколько стоят камушки. 3400 стоит. 3900. Будда стоит 7800. Охо-хо. Мне вот это нравится. 16000 юаней. Посмотри, какая красота. Посмотри, чехолный телефон с кристаллами, с во-русски. Отлично. 690 стоит такой чехол. Здесь очень много бутиков. Всяких различных известных брендов. Armani, Gucci и так далее. Вон там, посмотрите, Tesla красуется. А также здесь официальный магазин Apple. Пойдем посмотрим, сколько стоят телефончики, да? Впервые здесь. Просто интересно. Просто посмотрим, поглазеем. Пойдите. Спасибо. Вот у нас сколько любителей яблочной продукции. Посмотрите. Все идут посмотреть свои седьмые айфончики. Это... Всякие watch'и. Здесь у нас что? Семерочка. А вон красная семерочка. Пойдем посмотрим, сколько красный семерочка стоит. Семерка. Цены. Здесь такая надпись сзади такая. Типа продукт, видимо, для тестирования, что ли. Не знаю. Сверху белая, сзади красная. Но сделали бы вверху красный тоже, да? Мне нравится. Красный нравится? Да. Серьезно? Да, мне нравится. Ну вот эта кнопочка мне прям вообще нравится. Этот молоточек долбит так прикольно по кнопочке. Так, вот что касается цен в официальном магазине. 7S+, стоят 32,6388. Это MacBook Pro. 15 диагонали. 14,288. Там есть, смотри, какая игра там есть знакомая. Вот такая. Такая мне знакомая игра. А телефон как называется? Не знаю. Ты же блондинка, ты должна знать. Ну, посмотри, как телефон называется. Полинский все. Не знаю. Ребят, гуляем мы в официальном магазине Apple. И достаю этот телефон. Он мне просто там зажужжал. Хотел проверить сообщение. Пытаюсь его разблокировать. Он мне просто перестал работать. Представляете? Что за бред? Самсунг не хочет работать в магазине iPhone. Здесь, видимо, какой-то блокиратор какой-то идет. Какой-то сигнал, я не знаю. Или, может быть, какие-то потусторонние силы. Айфоновские какие-то. Я не знаю, почему он мне перестал работать. Я могу его разблокировать только через 3 минуты, ребята. Через 3 минуты он мне только можно его разблокировать. Я, блин, я в шаге. Папа, купи мне iPhone. Папа, купи мне iPhone. Уже? Да. Уже? Да. Ты еще маленькая, ты еще не выросла на iPhone. Так, ребята, попробуй разблокировать свое устройство. Выйду. Из этого адского места. Е-е-е-е. Я заработал телефон, ура. Начинают ребята вечереть. Начинается здание так выразительно выглядеть. Сейчас это все дело начнется зажигаться. Вечером поснимаем? Да, поснимаем. Знаете, у меня батарейка садится. Я думаю, что до вечера хватило бы. Папа, ты говорил, что Полина доча твоя, а ты мне говорил неправильно. Я твоя доча. Ты моя доча. Потому что я на тебя похожа. Рыли? С это детства у тебя были белые волосы. А у мамы сейчас. А мама похожа. Я на тебя похожа. Да ты что, моя сладкая. А что ты? Айфон-то там еще второй этаж. Ты айфон хочешь? Ты поэтому так ластишься ко мне. Айфон хочешь просто, да? Нет. Поэтому у тебя такая минута слабости была. Да? Нет. Оказывается, еще второй этаж. Да, второй этаж. Так, ребята, а мы сейчас пойдем в Теслу. Это, видимо, показано, как сделана данная машина. Вижу у них аккумуляторы. Аккумуляторы, скорее всего, здесь, наверное. Здесь, скорее всего, аккумуляторы. Это двигатель. Раз двигатель, два двигателя. Слушай, то тебе айфон купи. То машину тебе теперь еще купить, да? А? Ребята, хотел показать вам вот эту машинку. Открывается, смотрите как. Причем открывается так, что даже, ну как бы трогать даже не надо. В принципе, смотрите. И тут также доводчики, смотрите, доводчики. То есть не надо хлопать, ничего. Вот я подошел, допустим, я хочу сесть, нажимаю просто, нажал. И она открывается настолько, настолько нужно. Насколько нужно. А все, а то можно закрывать даже. Машина, конечно, крутая. Сейчас узнаем, сколько она стоит. Ребят, такая машинка будет стоить 900 тысяч и они. Что ты хочешь, айфон или теслу? Теслу. А? Теслу. Теслу теперь хочешь? Айфон не надо, да? Надо. Тебе айфон и теслу что не надо? Теслу. 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 по направлению башни мы обнаружили очень красивое кафе смотрите ребята мы заказали супчик том-ям девчонкам заказали кремовый суп грибной кремовый суп вот такими греночками сутка ники не нравится тебе как запах конечно обалденный вкусно как я соскучилась по том-ям так ребята я пробую супчик том-ям блин как я соскучился по этому вкусу ребята суп том-ям вот как таиланде один-в-один ребят посреди какую нам вкуснотищу принесли это вот самая мне кажется вкусная самая вредная самая вкусная шкурка как она хрустит до этого курица а это свиньи колбаса не остро и ничего вкусно колбаска попробуй очень-очень-очень прямо очень-очень плана попробуем соусом что-то нам предлагают мясо очень вкусно мягкое прожаренное дурьяновое яйцо по чеку у нас вышло 251 юань что-то мы уже наелись сели маленечко попробовали мясо попробовали немного десерт и какая-то тяжесть по ходу будем все забирать с собой да на москва москва и вам понравится с нами отдыхать подписывайтесь всем ребята всем пока